Добрый вечер Я очень тронут, что моей персоне столько внимания уделено Не знаю, как я сумею удовлетворить все ваши вопросы Не знаю, насколько я смогу быть интересным И когда я вот теперь думаю о этой теме, об этом названии «Линия жизни» То действительно меня эта линия постепенно уводит к тем временам, когда я себя почти не помню Только некоторые нюансы, некоторые ассоциации, которые во мне остались с трехлетнего возраста Допустим, я помню, как совсем малыш зашел в сарай, а там немцы сидели И они мне предложили суп поесть из алюминиевой кастрюльки Я этот суп съел И как ни странно, я не могу этого вкуса найти до сегодняшнего дня Этого ощущения я не испытывал больше никогда То же самое я должен сказать, что три года службы в армии Когда думаешь каждый день о том, когда у тебя будет конец службы Радуешься, когда это наступит А когда наступило, надо покидать расположение части И ты едешь на машине открытой, в кузове сидишь и щемит Потому что ты провел там три года Ты ел там щи, которых тоже повторить не могу до сегодняшнего дня Только там такие щи были Только там я ощущал такой вкус щей и больше нигде И когда возвращаешься еще раньше То когда нас родители каждый год отсылали в деревню Чтобы мы поправляли свое здоровье Мы с сестрой в основном ездили И как ни странно, родители доверяли, видимо, нам Потому что они бросили нас, так сказать, в кузов грузовика И езжайте в деревню туда А там найдете Я бы не доверил своим детям Мне было бы страшно отпустить такую дорогу Они рисковали, отпустили Это воспитало самостоятельность у нас определенную И вот когда мы там бегали за коровами целое лето Босиком целое лето И когда бегаешь по дороге пыльной, высохшей за лето И когда между пальцами проступают фонтанчики пыли Теплой Это невероятное ощущение Которого повторить никогда невозможно Даже если я сейчас пойду в деревню Пройдусь по этой улице Босиком И попытаюсь это увидеть Я увижу Но ощущения таких не будет Потому что они были только тогда И только в это время И это никогда не повторится В этом и есть определенный трагизм Который с другой стороны абсолютно нетрагичный Потому что так должно все быть Так должно происходить И в мире мы появились В мире мы исчезли Вот и все Теперь я даже не знаю Что мне дальше Говорить Может быть вопрос уже Да, пожалуйста Уважаемый Юзус Неслава Как так получилось Что талантливый актер В расцвете творческих сил Стал дипломатом И каково это Творческому человеку Быть чиновником Вас служба интересует Служба Было время, когда Кино Как бы исчезло Из моей жизни И не только из моей Но из многих моих коллег Когда мы задумывались Над тем А что же дальше делать Чем заняться Поэтому Иногда действуют Абсолютно неожиданные Моменты Неожиданные Случаи Предложения И так далее Было и мне Также предложено Поработать В этой должности От аше по культуре Посольства Литовской Республики Российской Федерации Я очень долго Над этим размышлял Очень долго я Упирался Или отпирался Трудно сейчас Не знаю По-русски Как вернее Очень долго Сопротивлялся Так я скажу Посередине Но имея любопытство А что же это такое Как эта служба Выглядит На практике Так как я Все-таки Закончил Вильнюсский университет Юридический факультет И там Меня интересовало Международное право Поэтому я не считаю Что это очень далеко От меня Таким образом Все-таки В конечном итоге Я согласился На это предложение Думая о том Что это будет Краткосрочно Три-четыре года Максимально Как убедился Уже я в Москве Десять лет И думаю Это в какой-то мере Тоже Для меня Полезно И интересно Потому что За короткий промежуток Времени Сложно Узнать И почувствовать Жизнь изнутри И мне кажется Что я Жизнь москвичей Очень хорошо Теперь чувствую И не только москвичей Но и тех Городов В которых Мы бываем В которых Я бываю Где есть Знакомые Друзья Мне Здесь Открываются Очень большие Кладези О которых Я могу Бесконечно Говорить И рассказывать И это Уже со мной Останется На Долгое время Примерно Наверное так Да Пожалуйста Уважаемый Йоза Станиславович Я вас Первый раз Увидела В фильме Никто не хотел Умирать И Извините Но вы там Были еще Совсем Мальчик А каким Образом Вы туда Попали Расскажите Пожалуйста Ну Если так Банально Говорит Прямо С улицы Попал Ну Вот так Бывает Что Вот 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 Идешь Идешь По улице И кто-то Останавливает Говорит Не хотели Были Вы сняться В кино Но Это воспринимаешь Или с юмором Или серьезно Или полсерьезно Или Так сказать С восторгом Или В какой-то Иронии Я воспринял Это Так сказать В доле Иронии Ну А почему Не посмотреть Что-то там Происходит Интересное Наверное И надо Посмотреть Что это Поэтому Когда меня Пригласили На Кинопробы Меня Больше Брало Любопытство Что это За человек Который Решил Меня Снимать Что это За люди Которые Меня Окружают А еще Присутствовала Такая Очень Грубая Мысль Что Ну Студенту К стипендии Добавить Там Какие-то Рубли Это Очень К стати А вот Кто У вас Учил Профессии Знаете Так Бывает Что Учишься Сам Не зная От чего И От кого И Прибегая К своей Интуиции Потому что Интуиция Самый верный Учитель Наверное И Конечно Наблюдал За людьми Наблюдал За Своими Коллегами С которыми Я встречался Мне очень нравилось Сидеть в аэропортах На вокзалах Те люди Которые Не подозревали Что за ними Кто-то Наблюдает В то же Время Я их Притаскивал Притягивал Как Телеобъективом И Разглядывал Черты Лица Разглядывал Пытаясь Поймать О чем Они думают Пытаясь Уловить Чем Они Жили Раньше Чем Они Живут Сейчас Что Они Представляют Из Себя Мне Мне кажется Что Вот это Наблюдение Оно Все-таки Большая Школа Жизни Вот так Наверное Скажем Уважаемый Иосиф Станиславович Ну прежде всего Хочется сказать Что мы очень рады Вас видеть И счастливы Общаться С вами Скажите Пожалуйста Вот такой вопрос У меня Как Сейчас В Литве Относятся К фильмам Желакевич Смотрят ли Их Эти фильмы Спасибо 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 за ваши Хорошие слова Мой адрес Что касается Фильма В Литве Но Никто не может Сказать Что это Плохое Произведение Искусства Если есть Мнение По поводу Идеологии Разные Потому что Есть конечно У историков Претензии Что Не очень Правильно Отражено Послевоенное Время Но Наверное Все понимают Что в то время Нельзя было По другому Говорить Уже то Что этот фильм Вышел Уже было Очень смело Тема Сопротивления В республиках Балтийских Республиках Это была Запретная тема Так это было Это Это Которые Испытали Это точно Знают Эту борьбу Я знаю По Рассказам По разговорам И Это Действительно В какой то мере В фильме Смягчено Естественно Потому что Там были Как бы Бандиты Какие то А вот Другая сторона Это было Положительное Но Там же Люди Боролись И Эти люди Были Так сказать Обречены Потому что Они Столкнулись С невероятно Большой силой И это Была Бессмысленная Борьба Все это Понимали И все-таки Принцип Идея За которую Они боролись Их не покидала И они И не до конца Это делали И очень большое Количество Людей Молодых людей С огромной Потенцией Погибло Другая часть Людей Погибла В лагерях Депортированные В то время Из Литвы В Сибирь В Якутию В Магадан Читу Инту И так далее И так далее И теперь у нас В конгресс На который Собрались люди Литовцы Из разных Регионов России Именно Потомки Сыльных И Некоторые Конечно Вернулись Уже 10 лет 15 5 лет Назад По Программе Государственной Программе Возвращения Из мест Ссылки Но Много Осталось Тех Которые Уже Так сказать Появились От Смешанных Браков И они Некоторые Приезжают В Литву Поглядеть Оглядеться Они По программе Получают Льготы Они Получают Льготные Условия При покупке Квартиры Некоторые Остаются Там А некоторые Получают Льготную Квартиру Ее Продают На большие Деньги За Рыночную Стоимость И обратно Уезжают Есть и такие Молодежь Особенно Так Делает Ну Что Поделаешь Человека Винить Никогда Нельзя Надо Искать Причину И Причины Бывают Разные Конечно Вот Этот Фильм О том Времени Когда Действительно Была Борьба Брат против Брата Также И Фильм Не стареет На мой взгляд Потому что Это действительно Очень сильное Произведение Искусство Легко 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 Банюнис Ну Знаете Как Звезды Есть Звезды Бывают Разные Моменты Однако В Литве Я должен Сказать Что Актеры Не заболели Звездной Болезнью Они Остались На Том же Положении Актера Человека Гражданина И Общаться С ними Одно Удовольствие Банюнис До Сегодняшнего Дня Хотя Ему 81 Год Очень Бойкий Шустрый Очень Жизнелюбивый Человек Который Искрится Здоровьем И Талантом И Слава Богу Что Он Дожил Так Много Лет Адаматис Который Будет Играть В Спектакле Царь Эдип Здесь В Москве Также Здравствует И Никаких Признаков У него Звездной Болезни Я Не Заметил Обменялись Мы Только Мнениями В Вильнисе Когда Праздновали Мое Юбилейное Событие Обменялись Что Мнениями У кого Больше Лысина У кого Меньше Ну это Так сказать Перед публикой Перед телекамерами Мы это сделали Расцеловались И порадовали Что мы еще Существуем Что мы Живем Что мы Есть Порадовали Что самое Большое Счастье Быть А не то Что имеешь Или там С кем Встречаешься И Признаков Болезни Пока Нет У них Может Появится Вот Тут Пишут А кем Были Ваши Родители Ну Родители Есть Родители И Что они Были Тем Или Другим Кем Были То есть Профессии Чем они Занимались Это Абсолютно Не имеет Никакого Значения Они Были Мои Родители Нас Было Пятеро Детей Я Был Старшим Поэтому Должен Был Заниматься Своими Братьями И сестрами Я Не знаю Кто Нас Научил Но Допустим Я Своим Родителям До Самой Смерти И Отцу И Матери Я Никогда Ни Разу Не Сказал Ты Всегда Я Говорил Вы И Мои Братья И Мои Сестры Обращались К ним На Вы Я Не Знаю Откуда Это Мы Не С Выше Общества Были Мы Были Мы Были Простыми Людьми Которых В то Время В Советском Союзе Были Все Почти Да Пожалуйста Скажите Пожалуйста Вы Закончили Выше Режиссерские Курсы Приргики Что Вы Сделали В кино Как Режиссер Спасибо Да Я Учился У Желакевича Он Мне Сам Предложил Предложил Поступить На Высшие Двугодичные Курсы Кинорежиссеров При Госкино СССР Так Это Называлось В Его Мастерскую Он Просто Сказал Что Йозе Мне Кажется Что Тебе Пора Немножко Изменить Свою Деятельность И Я Тебя Наблюдал Мне Кажется Что Тебе Пора Попытать Себя В Режиссуре Ну Я Тяжело Вздохнул Если Мастер Говорит О том Может Надо Попробовать В самом Деле Он Меня Спросил Тогда По Телефону Говорил Ты Стоишь Или Сидишь Говорю Стою Ну Так Сядь Я Сел Может Быть И Сейчас Сяду И Я Да Решился Все-таки Набраться Такой Смелости И поступить К нему На курсы Киногрежиссеров Там Училось Очень Много Интересных Людей Там Преподавали Тарковский Преподавал Панфилов Мита Преподавали Лотяну Трауберг Еще Был Жив И Мы Вынесли Из этого Общения Очень Много Потому Что Действительно Тарковский Говорил Режиссуре Научить Нельзя Режиссура Она В Человеке Есть Или Ее Нет И Главное Не делать Компромиссов И вот Эти Компромиссы Не делание Компромиссов Меня и Погубило В том Смысле Что я Почти Ничего Не снял Я предлагал Разные Материалы Но они Не Подходили Не Принимались И Таким Образом Я долго Мучился В поисках Тематики И Так Я Стался Нереализованным Режиссером Правда Я снял Две Короткометражки Которые Одну Хвалили Другую Ругали Первую Я брал Материал Бунина Очень Короткую Новеллу Роман Горбуна И там Был успех Второе Я Получил Возможность Снимать Новеллу Юрия Олеши Которая Называется Первая Любовь Мне казалось Что Все там Ясно И Такое Кинематографическое Произведение Что Лучше Выискать Не надо И Когда Только Включился Я Уже Именно В работу Над Этой Новеллой Я понял Что Очень Сильно Ошибся Это Это Чистая Литература Литература Которая Требует Одну Фразу Требуется Изображать Десятью Минутами В кино И Потом Эту Литературу Надо Каким-то Образом Уничтожить Чтобы Потом Из этого Родить Киноязык Вот Здесь Я И Просчитался Потому Что Не нашел Решение Как же С этим Материалом Так Поступить Чтобы Это Было Интересно И Чтобы Это Было И Мое Тоже Иначе Нет Смысла Делать Если Это Не Мое Чье То Кому То Так Абстрактно Не Может Быть Должен Быть Конкретный Адрес И Своё Глубокое Своё Ну Ещё Это По Сгриптам Так Своей К Этому Вопрос Да Пожалуйста А Правда Ли Что Вы Рисуете Занимаетесь Фотографией Какие Сюжеты Вас Привлекают Ну Фотографии Это Оно Тоже Как-то Моей Жизни Получилось Абсолютно Случайно И Неожиданно Может Быть Я В Какой-то Мере Безответственный Может Быть Рискованный Я не знаю Как это Объяснить Но Во всяком Случай У меня Таких Случайностей Появляется Очень Много И я Ими Увлекаюсь Почему-то Вот Тоже Одно Из этих Увлечений Была Фотография Когда я В армии Купил Фотоаппарат Так я Стрелял Налево Направо Своих Сослуживцев И Очень Хорошо Что Я это Делал Потому Что Я сегодня Могу На них Всех Посмотреть Где Они Теперь В этом Большом Пространстве Как Они Существуют Как Их Отыскать Нужно Ли Искать Может Лучше Не знать Где Они Что Они Делают Чем Они Занимаются Но Конечно Этот Фотоаппарат Я его Конечно Привез И На Гражданку Так Говорят И Он Мне Послушал Тому Что Я От Случа К Случаю Запечатлел Студенческую Жизнь И Я Просто Себя Плохо Чувствовалось У меня В кармане Не было Фотокамеры У меня Тогда Уже Была Приобретена Старая Старая Довоенная Лейка Немецкий Фотоаппарат В который Я Вкрутил Русский Объектив Он Так И Назывался Русар И Этим Объективом Уже Сознательно Начал Искать Тему Для Своего Фото Языка А моя Тема Была То Что происходит С моими Коллегами На площадке Съемочек Фотоаппарат У меня Не сходит С рук Я сегодня Не брал Его Специально Осознанно Не брал Потому что У меня Был бы Очень Большой Позыв Фотографировать Вас Сидящих Передо Мной И Я Не взял Потому что Мне даже Жена Запретила Это делать Поэтому Эта Фотокамера Уже Цифровушка Как мне говорят Сейчас Она Осталась Дом В ожидании Меня Здравствуйте Уважаемый Юзов Каниславович У меня вопрос Такой Вот вы В своей жизни Часто играли Иностранцы А теперь Сами оказались Иностранцем В России Скажите Есть ли разница Ну Каждый из нас Есть иностранец Даже в своем доме И каждый из нас Есть хозяин В своем доме И вообще Где бы Либо Не находились Главное Как он себя держит Главное Как он Находит язык С его окружающим миром И Как он Относится К другим людям А то Что меня Пользовали Как иностранца Миллионера И всякого Там Одинокого Колбоя Ну Это так Бывает Ведь Очень просто Человека Уже Использовать В использованном Положении Меньше Риска Поэтому Ага Там где Надо молчать Будрайтис Подойдет Потому что Он якобы Хорошо молчит На экране Якобы У него Какие-то глаза Которые Говорит Без слов Говорят Без слов И доходило До того Что я должен Был Играть Роли Где Вообще Ничего Делать Не надо Ну Может быть Там Общаться С лебедями Потому что Это был Директор Зоопарка Ну И Долго Я Играл Вот Французов Играл Англичан Играл Немцев Иногда И фашистов Даже Играл Даже Меня Пытались Изобразить Черным И Потом Только Поняли Что Наверное Лучше Не делать Это Потому что Все Таки Это Не очень Органично Хотя Признали Все Даже Студенты Университета Патриса Лумунба Которые Не знали Что я Не черный Они Меня Восприняли Как своего Когда я Снял Грим Тогда Они Разочаровались Мы С ними Почти Подружились Поэтому И Здесь Проблем Нет И Играл В Немецком Фильме Лутиноамериканца Лопеса Которого Снимали В Гаване Как будто На Кубе Нет Актеров Которые Могли Сыграть Лопеса В Немецком Фильме Ну Решили Что Вот Меня Возьмут Приклеят Усы Черные Покрасить Черный Цвет Я Буду Хорошим Комиссаром Лопесом Ну Такими Был Такими Был Да Миллионеров Заставляли Играть Но Почему То Всегда Думали Что Миллионер Должен Быть При Галстуке Так Сказать При Локированных Ногтях При Костюме Определенном Которые Доставали Тогда Из Универмага Из Склада И По Росту Не Подходило Потому Что Ну Вот Не Было Да Такого Роста Не Было А Получить Другого Негде Поэтому Приходилось Одевать На Себя Тесноватый Пиджак И Изображать Что У Тебя Все В Порядке И Поэтому Какое-то Мере Это Убеждение Вот Незнание Того Что Миллионер Тоже Может быть Дыряем Джинсами И Ему Так Больше Нравится И Как Убедился Сегодня Я Их Видел Ни Одного Они Так И Такие Бывают И Хорошо Себя Чувствует Так Образ А Даже Какой-то Один Большой Сказал Что А Зачем Мне Дорогие Костюмы Лучше Я буду Дешевый Покупать Но Каждый День Новый Костюм Но Все Таки Потом Я Переболел Этой Своего Русского Человека Должен Сказать Что Сегодня Тоже Как Вы Сказали Я Иностранец Но Меня Принимают За Своего Я Рад Тому Скажите Приходилось Ли Вам Отказываться От Ролей Просто Отказываться Ну Да Конечно Не Играл Все Подряд Естественно Скажем Директор Зоопарк Отказался Потому Что Я Уже Не Знал Ну Это Уже Все Границы Перешло Когда Совсем Разговаривать Не Приходилось Ну Конечно Я Мог Себя Чувствовать Неплохо И Думать Абсолютно О Своих Проблемах А Вы Смотрите Меня Вот Кому То Понравится Кому То Не Понравится Кто Скажет Ну Дает Совсем Ничего Не Делает Совсем Уже Нахальный Стал В общем То Абсолютно Не Говорит Не Играет Ничего Не Делает Просто Сидит Но Это Тоже Можно Я Допустим Очень Счастлив Если Я Мог Бы Увидеть Человека Сидящим Просто Очень Долго И Наблюдаю За Ним Я Люблю Сидеть Долго Без Занятия Это Я Делаю Чаще всего Вставая Встав В пять Утра А летом В три Утра И Наблюдать Как Появляется Жизнь Как Появляется Кругом Оживает Все Как Из Небытия Обретаются Предметы Потом Эти предметы Окрашиваются В разные Цвета И Приходит Жизнь А это Было Как будто Не было Только что Этой Жизни Вот Она Появилась И В этом Уже Я Должен Вписаться В эту Жизнь В этот Цвет В это Появление Всего Живого Должен Вписаться Я Со Своими Проблемами И Там Я Должен Существовать Но Никому Нет Дела До Меня Потому Что Я Только Маленькая Маленькая Пищинка Которая В этом Большом Мир Пространстве Существует Я Вчера Утром Встав Очень Рано Видел Напротив Меня В окна Видно Двадцатиэтажное Здание На Новом Арбате Я Вижу Там Светятся Окна И Там Такая Маленькая Черточка Шевелится Там Что-то Делает Я Начал Думать В такую Рань Кто Там Может Быть Там Видимо Служба Потому Что Там Офис Значит Кто Это В первую Очередь Приходит Уборщица Она Там Что-то Убирает Наверное Она Там Шевелится Но Это Даже Не Человек Сдалека Это Даже Абсолютная Пылинка Так Вот Мы Все Такие Я Так Раз Расширился На Эту Тему Не Знаю Почему Журналисты Называют Вас Самым Свободным Человеком Среди Актеров Это Правда И Что Это Значит Не Знаю Что Это Значит И Насколько Я Свободен Тоже Мне Очень Трудно Судить По крайней Мере Я Стараюсь Быть Всюду Свободным И Потом Свобода Это Очень Относительная Вещь Потому Что Свободным Можно Быть В Любых Условиях Свободным Может Быть Даже В Заключении В Одиночной Камере Может Быть Свободным Я Читал Много Японских Литературных Произведений Там Очень Интересный Момент Есть Когда Умирающий Человек Прощается Со Своими Родными Друзьями И Уходят Умирать В Этом Пространстве Огромном Он Есть И Ждет Момента Когда Он Исчернет Он Отключится Это Тоже Большая Свобода Но До Этого Надо Дожить Это Надо Так Закалить Себя Чтобы На Это Иметь Смелость Это Большая Смелость И Когда Люди Говорят Все Время Что Они Недовольны И Все Время Им Плохо Что Того Не Хватает Другого Не Хватает Да Конечно Всем Было Бы Лучше Если Это Все Было Но С Другой Стороны Без Много Чего Можно Обойтись Абсолютно Без Много Чего Вот Когда Мы Посмотрим На Свои Квартиры Чего Там Только Нет И Уже Душно От Этого Уже Дышать Трудно И Тогда Только Надо Попробовать Это Все Каким То Образом Убрать Потому Что Этого Не Надо Этого Не Надо Без Этого Можно Обойтись И Без Этого И Оставить Только Те Вещи Которые Просто Необходимы Абсолютно Необходимы Тогда Мы Увидим Что У Нас Столько Пространства Появилось Что Там Есть Чистота Какая Это Определенная Красота Вот В Этого Пространства И Вот Вдруг Мы Начинаем По Другому Жизнь Ощущать И Я Говорю Это Не Как Какой Нибудь Там Моралист Скажем Я Пытаюсь Жить Так С Минимальными Потребностями Самое Большое Счастье Когда Мне Привозят Из Литвы Вот Этот Черный Литовский Хлеб Я Сыт Им Мне Больше Ничего Не Надо Думаю Что Вот Я Существовал Один Допустим Ну Как Монах Я Был Этот Хлеб Один Ел Был С Водой Больше Ничего Не Надо Потому Что Так Красиво Когда Хлеб Кусок Отрежешь Его Возьмешь И И вот Этот Кусок Прожевываешь Чувствуешь Там На небе Как Это Все Откладывается Как Это Вкусно Как Неповторимо Я Не Герой Конечно Я Не Проповедую Этого Этого Может Быть И Не Надо Но Мой Душевный Склад Такой Что Мне Этого Надо Мне Этого Надо И Я Только Делюсь Вами Какой Я А не То Что Я Говорю Вам Так Надо Делать Нет Пускай Будет Вам Всем Хорошо Достаточно И Чтобы Все Были Счастливы И Не Думали О том Что Есть Что Нибудь Тяжелое В жизни Или Очень Уметающее Потом Каждый Человек Он Он Всегда Старается Жить Легче То Есть Комфортнее Вот Чтобы Ему Было Тепло Чтобы Было Уютно Чтобы Он Был Сыт Чтобы Даже Пересыт Был И Такое Есть Ну Это Тоже Все Человеческое Поэтому В каждом Человеке Должно Быть Человека Столько Сколько Он Сам Понимает Это Что Такое Человечность Ну Вот Это Свобода Скажите Пожалуйста Какую Роль Вашей Жизни Играет Случай Ну Я Видимо Уже Говорил По Поводу Случая Я Сегодня Когда Шел Сюда Я Думал Что Что Произойдет Со Мной Когда Я Выйду На Эту Аудиторию И Как Я Сдам Этот Экзамен Который Мне Предстоит Сдать Перед Вами Тем Более Что Я Видел Сон Сегодня Ночью Я Пришел В баню Какую-то Странную С Какими-то Маленькими Предметами Там Кошелек Какой-то Был Какая-то Сумочка Маленькая И Зашел Я В эту Самую Баню В предбаннике Оставил Эту Сумочку С Паспортом Почему-то Это Очень Четко Было В моем Сне Паспорт Именно Я Зашел Туда Стал Раздеваться Полураздетым Там Пальто Бросил Поэтому Я Подумал Почему Я Пальто Здесь Бросаю А Кошелек Оставил Там Почему Надо Идти Забрать Его Сюда И Тут Подумал На ходу Что Наверное Его Унесли Открываю Дверь Смотрю Конечно Его Нет Унесли Я Его Так Прихорашивал Там Так Приспосабливал Чтобы Так Он Лежал Удобно Этот Кошелек Чтобы Не на пыле Где-то Так Вот С краешку Чтобы Никто Его Не задевал Проходя Мимо И Там Ничего Унесли Я Проснулся Смотрю Что Уже Половина Восьмого А Мне Надо Провожать Нашего Художника Который Уезжает На вокзал На В Аэропорт Половина Восьмого Я Выскочил Немытым То есть Быстро Пальто накинул Выскочил Без Десяти Половина Восьмого И Вижу Что Уже Машина Уезжает Думаю Надо же Он Ехал Даже Раньше Чем Надо Было Уехать И Мне Сказала Дежурная В гостинице Что Он Шесть Часов Уже Там Сидел И Вот Этот Случай Этот Сон Мне Привел К мысли А что Что Случится Должно Что Случиться Потому Что Паспорт Надо Забрать Паспорт Нет Не Буду Забирать Паспорт Пойду Без Паспорта Я Буду Человек Просто Человек Без Всякого Паспорта Без Документа Так И Сижу Перед Вами Уважаемый Йоза Станиславович А какое кино Вы любите Ну Знаете Я люблю Я извращенец Я люблю Я люблю Скучное кино Но В хорошем смысле Скучное Я люблю Медитативное кино Авторское кино Где люди Уходят Из зала А я смотрю Мне там Нравится Потому что Там подробно Рассказывается О жизни Мне нравится Что это Долго Длится Потому что Я могу Все смотреть Медитировать И Ненавижу Кино Событийное Где там Быстро Все меняется Быстро Все происходит Дерутся Стреляют Что-то Уничтожают Быстро Не успеваешь Людей увидеть Я скучаю По фильмам Которые Тарковский Снимал Снимал Герман Снимал Бергман Мне нравится Когда Сокуров Создает Такой мир В котором Особенно документальное кино Его Мне нравится Когда он показывает Очень долго Дорогу Едет По этой дороге Человек Едет 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 Я могу Еще Смотреть Вот Уже Приехал Он А еще Хочу Посмотреть Что он Едет Понимаете Что Это Это Бесконечная Дорога Которая В самом деле Есть Она Дорога 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 Которая Потом Уже Через Много Много Лет Уже Можно Считать Что Вот Есть Линия Жизни Я Опять Прихожу К Названию Этой Программы Мне Она Очень Нравится Назвать Так Эту Передачу Дорогой Езус Станиславович У вас Такое Благородное Лицо Как Вам Удалось Получить Такой Аристократической Внешностью Роль Крестьянина Кулака В фильме С тобой Весь Тебя Там Где Вы Играете С Мариной Еловой Ох Какой Вопрос Я Даже Не Знаю Что Тут Сказать Дитё У У С Тобой Будет С С Родная. Потому что человек должен найти воспарение, то есть он должен быть свой превратить тоже в красоту определенную. Я был поражен, когда я был в Японии, я увидел, как хозяйка режет лук. Лук, вот эти, как они называются по-русски? Как? Да. Вот она, как это режет. Ну мы обычно как делаем? Или так вот, режем ложом, или раз, 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 порезали, порезали, бросили в тарелку и все. А они же это не так делают. Они берут этот лук, сложат красиво все, чтобы они так лежали, потом они берут этот пучок, значит, отрежут очень ровненько, потом другим этим перевяжут такой пучок красивый, еще отрежут, еще пучок перевяжут. Они делают искусство, произведение искусства. И как они кладут в тарелку, это не просто, чтобы бросили в тарелку, они берут и это переносят туда. И сколько он вложил вот этого духа, этой красоты в это, и потом при поднесении этому отведывающему это, этот дух перейдет тому, который это будет употреблять. Уважаемый Йозеф Станиславович, вот если гипотетически предположить, что вы стоите на пороге линии жизни и стоит вопрос о выборе профессий, кем бы вы стали? Да, ну я стою на линии жизни и, конечно, я уже не думаю о том, что я мог бы выбрать, потому что, как я сказал много раз уже сегодня, у меня очень много случайностей. Я думаю, если жизнь мне подбросит еще одну случайность, тогда, наверное, я уцеплюсь за эту случайность и побегу, куда она меня ведет. Я не мучаю себя тем, что что я хотел бы, хотя я все-таки склонен думать, что главное идти, главное процесс. Хорошо, когда вы будете иметь свою путеводную звезду там где-то впереди и к ней стремиться, к ней идти. Вы обретете то, что вы хотите. Я не хочу быть гуру, не хочу быть каким-то учителем, я иду из своего опыта. И я вам предлагаю всем идти из своего опыта. Спасибо вам, что вы пришли. Спасибо, что вы слушали меня, потому что, я думаю, в этом разговоре, может быть, не вы получили, а я получил. Это самое главное для меня. Спасибо.